Сейчас в Беларуси проходит неделя леса. Она скоро закончится, времени остается все меньше для того, чтобы именно в эту неделю успеть посадить дерево. Друзья мои, чем больше лесов, тем больше мест для прогулок. И тем популярнее становится скандинавская ходьба. Кстати говоря, у нас сегодня в гостях инструктор по скандинавской ходьбе Александр Мех. Доброй разницы! Александр, скажите, у чем же соправданная корысть скандинавской ходи? Люди, у которых могут быть хворые коленные суставы, або не позволяяя стану здоровья займаться вельми худкими, большими экстремальными видами спорта, те могут взять руки-палки и пойти займаться скандинавской ходой. Люди учат, что те, кто не любит займаться спортом, любят скандинавскую ходу. Я бы так не сказал, потому что много людей, которые занимаются ходой, может, они уже вспомнили свою активную деятельность, но ожидают себя поддерживать в доброй физической форме. Поэтому много легких атлетов, много бегунов, те же самые лыжники, они берут все палки в руки и занимаются так же в межсезонье, как поддерживать добрую физическую форму. Я видела, много пенсионеров, которые задовольнением ею займаются. Вы параете таким людям идти осторожно? Так, это самые первые такие лояльные клиенты, те аматы, которые начинают заниматься в канадском ходу, именно люди в возрасте. Потому что это для них довольно досыпло, больше-меньше просто, может, и бюджетно, экономично, в фунту гледжа, они выходят в физическую активность. Поэтому людям в возрасте, как наибольша раю, начать кардио-нагрузки, для того, чтобы избегать вверх гиподинамии сидений на канапе. Поэтому людям в возрасте я рада заняться больше активно, чтобы не сидеть, а все-таки рухаться. Откажите, если бы, пожалуйста, ты мог чем, Александр, дякуясь скандинавской ходе, стать прихожей и немного схуднуть? Я думаю, что так, потому что мы поделяем умовно на некольких групп. Те, кто начинает заниматься в канадском ходе. Группа здоровья – это для кардио-нагрузки, больше усталого возраста. Группа фитнес – это для тех, миновито, больше молодых аматоров 30-40 лет. На Герман глядите. Мне не треба худеть. Герман так само доброго глядая. Но, тем не менее, когда есть ожидание полепшить физическую форму, здесь изменшить вагу, то необходимо будет вам ходить за что-то худшее, с легкой отдышкой под отделением. И, как минимум, 30-40 минут. Потому что, когда мы пройдем працеду кропку, мы довольно активно начинаем гублять саму вагу. У нашем организме начинаются процессы, которые позволяют, наверное, полепшить стан Германа. Александр, это самые палки. Это специфичные палки. И эти можно использовать, например, лыжные? От лыжников все началось. Но они начали скорочать палки. Все ниже, ниже. Потому что у нас, в нашей ходе, они имеют такое долгое с изготение на лыжах. И мы обмежеваны кроком, прикладно 60-70 сантиметров. Тому палки скоротили до прикладного уровня пупка. Або лишится 90 градусов. Зараз есть тенденции понизить эту должность, чтобы человек смог делать полный амплитудный мах рукой. И с канавского хода не должно создать что-то иншее, независимое в вашей ходе. Палки должны быть как допомощник, и не перетворять что-то иншее в вашу ходу. Дякую великую. Мы ждем вам доброго настроя. И до новых встреч. Дякую вам. Всего доброго. Дякую.